Когда стартует прививочная кампания против гриппа, как трубопрокатчики выиграли в битве гигантов и где поплавать в Полевском, читайте на страницах 2 и 3. Чем провинилась остановка на улице Советской, где так и не дождались благоустройства улиц и зачем памятник обрядили в пивные банки, разбираем почту на 4 странице. В какой детский сад воспитанники ходили со своим хлебом и где на улице Ильича можно было посидеть на деревянном коне, узнаете на странице 5. В 72 года Виталий Клепцов даст фору молодым на лыжне и на велотреке. В чем секрет его бодрости, узнаете на странице 6. Она участвовала в строительстве Северской поликлиники, Дворца культуры, домов и магазинов на Коммунистической. Бабу Катю знают многие в Полевском. Непростая судьба девушки, сбежавшей из колхоза в Кировской области на седьмой полосе. Сокровища бабки Пелагеи, как китайская папка и немецкая кукла, оказались на мраморе. Журналистский детектив на страницах 8 и 9. Алексей Романишин мечтал быть космонавтом, играл в футбол в команде СК Свердловск. На воле судьбы стал металлургом. Почему он любит свою работу, читайте на странице 10. В Полевском обсуждают восстановление памятника Ленину. Как полевчане отнеслись к идее, читайте на страницах 22 и 23. Читайте рабочую правду и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!